Очень серьезная после революции 1917 года была сделана ошибка, когда был принят проект не только украинизации, но формирования СССР из различных республик. Я понимаю, зачем это было сделано, это был тактический ход, но чем больше мы дробим, тем хуже. Потому что мы сейчас, Донецкая Народная Республика, за что сажается? За то, чтобы иметь право вернуться в Россию обратно. А можно было сто лет назад эту проблему не закладывать? Конечно можно, нужно было не закладывать. Я очень много всего слышал и читал по поводу того, что Ленин масон или он вообще не заговорщик, а просто он попользовался чужими деньгами для того, чтобы оплатить свой вариант справедливости, но при этом он совершил тактическую ошибку. Я думаю, все эти версии будут продолжать звучать всегда, но тут важно понимать, что это была действительно ошибка. Донбасс вообще не хотел становиться, и весь юг России, который мы знаем больше под названием Новороссия, он вообще не хотел становиться частью Украины. Нет, тактически они сделали верно, они стратегически не предусмотрели, что вполне... Это было вообще принимать сталинский вариант, и тогда все было бы нормально. При сталинском варианте создания СССР это все была бы одна унитарная страна с правами широкой автономии у каждого субъекта. Но это была бы одна страна, и в 1991-м невозможно было бы просто даже развалить. Там же был еще третий вариант у Лунатика Раковского, которого расстреляли потом в 30-е годы. Раковский, когда руководил Советской Украиной, оказалось, один интересный момент, он не владел ни русским, ни украинским языком. Это же был экспортный революционер, как раз из тех, из наших любимых. Вот, и у Раковского был вариант конфедерализации. Так вот, если бы была конфедерализация, то мы бы даже 30-е годы не выдержали. Не то, что войну. И вот, после того, как миф украинства немножко поднялся и был сразу же уничтожен, он при этом тут же был закреплен в 17-18 году, я имею в виду, Петлюровское поражение. После этого он был закреплен, потому что всех, кто был более или менее лоялен к советской власти, об этом Бузина очень много писал, и не только он. Их обратно пригласили, они придумывали тут этот язык непонятный, Харьковская, это на речи, в котором лямпы, чоколяды, там, эти все. Ну, не Харьковская, наверное, Тагалецкая, да, скорее. Ну, так вот, эта Харьковская грамматика, которая потом была заменена, она как раз придумывалась выходцами Западной Украины, поэтому она так и звучит. Вот это вот. У меня есть знакомый, который любит такие маразмы собирать, у него любимая фраза «Нарази геликоптер приземлився до Крыголаму». Ха-ха-ха-ха-ха.